здравствуйте коллеги 12345 вышел зайчик погулять всем привет 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 всем здравствуйте давайте начинать напишите пожалуйста плюсик если вы меня слышите если вы меня слышите хорошо и собственно будем приступать к нашему основному заданию это конфигурация vpn а для того чтобы можно было можно было чувствовать себя свободно свободно в этом мире вот мало того чтобы еще подключить всех своих друзей и на счет получить 100 баксов значит ну что я смотрю чат напишите пожалуйста плюсики напишите 11 если вы хотите 100 долларов себе на аккаунт на аккаунт в digital ловшине вот на на облачные сервера кому нужно 100 долларов кто готов готов получить 100 баксов пожалуйста отозвитесь вот чтобы мы могли это дело все узнать так 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 100 долларов 100 долларов 100 долларов 100 долларов ну что прекрасно прекрасно да жалко что нельзя их потратить в каком-нибудь в ганделике вот или на жену или на других женщин но тем не менее да мы будем 100 долларов тратить на 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 сервера ну что коллеги меня зовут константин гиросименко здравствуйте я руководитель академии циска университет cd.com собственно сегодня у нас будет воркшоп мастер-класс как настроить vpn как подключить всех своих друзей и как это сделать максимально быстро без всяких усилий вот плюс ко всему в нагрузку в подарок будет 100 долларов на ваш аккаунт вот не на карточку на аккаунт digital ловшина вот такая вот у нас штука значит что для этого нужно я бы хотел очень сильно быть вам максимально полезным поэтому если у вас есть возможность то найдите кредитную карту вы скажете о что это тут не то значит зачем кредитная карта дело в том что digital ocean проверяет проверяет что вы реальный человек что вы настоящий человек поэтому для этого нужно нужно кредитная карта чтобы они проверили что вы настоящий человек с вашей карты на вашей карте заблокируется один доллар после этого он на протяжении суток вернется вам назад да то есть таким вот образом они проверяют что ваша карточка настоящий что вы настоящий человек что вы не какой-то бот вот вот такая вот штука ну что прекрасно просто прекрасно ну что поехали дальше значит если вы готовы то я буду начинать я переключаю на рабочий стол и собственно начну первым делом делиться ссылкой на на оплату на вернее господи на оплату на получение 100 долларов да то есть мы начнем с хорошего это с регистрации и получения 100 баксов вот такая у нас штука сейчас будет так 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 да кстати коллеги если у вас возникает вопрос какой-либо то вы можете сразу об этом писать в чат да и я соответственно это дело все буду максимально отзывчивый буду вам максимально все помогать так я переключился значит ссылка у меня выглядит вот таким вот образом try.digitalocean.com slash performance значит я этой ссылкой могу поделиться с вами что здесь написано попробую digital океан digital ocean бесплатно со 100 долларовым значит чеком вот кредитом на ваш счет да то есть вам на счет упадет 100 долларов я вот этой ссылочкой сейчас поделюсь 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 где поделюсь в фейсбуке вот чтобы вы могли вот прям сейчас нажать вот значит нажать и вам это дело все придет значит андрей спрашивает если я зарегистрирован вот будет ли мне еще 100 долларов нет еще 100 долларов не будет не будет почему потому что потому что вы уже зарегистрировали но андрей у вас же есть друзья друзья понимаете да то есть вы можете взять и подключить своих друзей ну например я тоже же уже зарегистрирован на digital ocean и вот но у меня есть друг зовут ее делена старкова она тоже инструктор циска вот и собственно и я ее сильно попросил вы цыганил у нее можно сказать карточку вот и собственно по ее просьбе как бы ей тоже нужен vpn оказывается вот всем нужен vpn понимаете в чем проблема или как это сказать чем преимущество да то есть если вы зарегистрированы то это не значит что ваши друзья тоже все зарегистрированы на digital ocean и поэтому собственно ссылочка вот перед вами можете ее добавить в избранной чтобы она потом не потерялась единственное что у меня нету facebook онлайн трансляции вот сейчас я попробую зайти в facebook на онлайн трансляцию может быть мы есть да юля туда скопировала чудесно юля туда все скопировала вот поэтому 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 начинаем ну что значит регистрация что нужно значит здесь нужно вбить свой email и и пароль который будет у вас на digital ocean значит я вобью свой email вот и собственно собственно это минус сиско так не тормозит тормозит и за то что идет трансляция я вобью пароль который я хочу сюда ввести какой пароль так вот такой пароль так и я нажимаю create free аккаунт так нажал да нужно выбрать долбанные светофоры вот проверка что вы не бот до проверок тут много всяких пешеходные переходы блин переходы переходы так есть переходы так что-то 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 ждем вроде сейчас должно все отвиснуть вот отвиснуть ожидаем ответа х а у меня этот ящик уже был зареганный так 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 значит это мой старый аккаунт значит будем регистрировать сейчас на другой аккаунт так логаут 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 значит еще раз где моя там ссылка самого начала была вот она так вот моя ссылка попробуем создать другой email о все чудесно значит вот я наконец-то зашел да вот дальше система говорит что может дать мне 100 долларов вот для этого для этого значит нужно еще сначала подтвердить свой email там значит давайте найдем свой email так 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 ждем имейла имейл еще не пришел значит да регистрацию коллеги тоже проходите я думаю что так recent invite ну давай invite отправим еще раз email так может быть в спам попало так спам спам не должно попасть так нету спами так что подождем email должен прийти значит и здесь написано собственно что здесь написано коллеги как только вы добавите кредитную карту вы получите 100 долларов на 60 дней да все так все email confirmed давайте вводим номер карты значит коллеги нужна валидная карта да желательно чтобы это было не виртуальная карта как у нас тестовая а чтобы была нормальная виза где написано имя фамилия вот все эти коды все 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 должно быть там если она у вас виртуальная то будут такие проблемы как у нас не хочет работать значит виртуальная карта которая для теста была специально сделана она чуть не работает что дальше значит напишите плюсик в кого получилось получить 100 долларов по нашей ссылке если такие счастливчики со 100 баксами со 100 баксами на борту кто уже получил 100 долларов ну карта должна быть нормальная и не засвечена в диджитал оушене мне вот интересно хоть один то 100 баксов получил или все боятся все боятся получать все боятся вводить свой номер своей кредитной карты у кого какие есть вопросы у кого может что-то возникли какие-то вот нюансы вот вот так так получил во во такие же счастливчики значит да получили прекрасно значит если у вас нормальная карта то у вас все должно быть нормально значит у нас карта специально была сделана для а то есть 100 долларов реманин хочет 100 баксов снять так сейчас попробуем еще раз мы чуть пошаманили с этой картой виртуальной картой которая которая виртуальная совсем карта так 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 не а не хочет значит ну виртуальные карты не работают а вот значит так вот чудесно если у вас уже все получилось с этим то дальше мы идем вперед значит что мы делаем дальше значит смотрите у меня есть аккаунт где уже собственно я прошел регистрацию и вот я собственно в него сейчас вернусь вот и там создам виртуальную машину вот и дальше будем виртуальный сервер наш и дальше мы будем в нем работать значит дальше вы создаете проект да сейчас секундочку я залогиню свою почту чтобы я мог это дело вам все тоже показывать без всяких проблем мы дальше перейдем собственно мы дальше перейдем собственно к созданию так а я вылогиняюсь с digital ocean раз такая штука нам помогает вот так не и хочет так и не надо так логаут 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 так значит карта должна быть нормально значит ну мы взяли долларовую карту я вот не знаю вот если там По идее все же в долларах происходит То есть без всяких сложностей должно быть с долларовой картой Но тем не менее, кто ввел свою карту нормальную То у вас все должно получиться Так, вопросы есть? Да, давайте А вы когда зайдете в свой аккаунт, оно вам напишет, что у вас есть 100 баксов То есть вы должны в аккаунт Значит, когда вы заходите в аккаунт, там пишется, что у вас на счету 100 долларов Вот такая вот штука Значит, поэтому все происходит достаточно легко Так, ну что, коллеги, я залогинился в свой аккаунт, который у меня уже купленный Накануне в нем истекло 2 месяца И потом я, собственно, начал его уже дальше проплачивать Так, все, возвращаемся назад Скажет, а как сделать, чтобы дальше не снималось? Как сделать, чтобы не снималось? Найти друга с нормальной картой Значит, Лена у меня оказалась не очень хорошим другом Она мне сделала виртуальную карту, которая не очень работает Вот, ну то есть она вроде бы есть, но ею пользоваться почему-то нельзя Поэтому вы ищите нормального друга и с картой И регистрируйте аккаунт дальше на него После этого на следующего друга и так дальше Если у каждого человека около, не знаю, 10 друзей То по 2 месяца вы можете 20 месяцев пользоваться бесплатным VPN Вот такая вот штука Поэтому, что дальше? Значит, я вернулся, я залогинился Значит, здесь вот справа вверху Давайте перейдем к делу Значит, справа вверху Вообще, что здесь есть в Digital Ocean? Значит, здесь можно много чего делать интересного Вот мы начнем, собственно, с дроплетов Что такое дроплет? Что такое Digital Ocean? Да, то есть это цифровой океан То есть фирменная вот эта эмблемка акула Собственно, которая плавает в этом вот цифровом океане И дальше вот вы, по сути, создаете дроплеты То есть каждый сервер Каждый сервер, виртуальный вот этот облачный сервер Это вот дроплет Дроплет переводится как капля Капля в этом океане И, собственно, мы будем сейчас создавать себе такую же каплю Значит, я нажал справа вверху, коллеги Значит, справа вверху Create, дроплет Значит, по умолчанию, значит, предлагается Ubuntu Но я буду делать на Debian Поэтому я буду выбирать Debian Значит, что еще важно Так как для нашего VPN нужен минимальный сервер То я буду выбирать архитектуру 32 бита И выберу Debian, который в прошлой версии То есть 8.10 Для чего? Для того, чтобы он более шустро работал Вы, в принципе, можете OpenVPN настроить на чем угодно И на FreeBSD можно, и на Fedora, и на CentOS Я буду показывать на том, на чем мне, собственно В чем мне удобно То есть я это буду использовать на Debian 8.10 Значит, дальше Дальше По умолчанию предлагается 4 ГБ оперативы памяти Два виртуальных процессора 80 SSD диск И 4 ТБ трансфера Трансфера это сколько Сколько вы можете передать данных за месяц То есть если у вас там есть 100 баксов На 2 месяца То вы можете тут себе сервачок взять Даже достаточно такой крутой Даже с 8 ГБ оперативы И 160 ГБ SSD диск И 5 ТБ трансфер То есть если у вас вот эти 100 баксов На 2 месяца вам, в принципе, хватит То есть я к чему это вообще все рассказываю Дело в том, что вы можете изучать Современные IT технологии Например, Linux, там виртуализацию Хостинги, всякие VPN Вот используя Используя, собственно, пробные периоды В том же DigitalOcean То есть сейчас учиться стало в разы легче Почему? Потому что не нужно ничего, по сути, придумывать Все это дело есть у вас Вот прям в интернете Значит, так как у меня платный аккаунт То я буду выбирать то, что подешевле Это 1 ГБ и, собственно, 1 ТБ трансфера Если у вас есть шаровых 100 баксов Еще раз, ребята, выбирайте То, что у вас тут покруче И, собственно, можете жить себе спокойно Значит, дальше я листаю ниже Значит, в принципе, я ничего не добавляю Никакие тут сториджи Ничего, значит, по умолчанию DigitalOcean предлагает создать Виртуальный сервер в Сан-Франциско Я не буду выбирать Сан-Франциско Я буду выбирать Франкфурт Почему Франкфурт? Потому что с Украины, с России, с Казахстана Самые быстрые каналы именно во Франкфурт Вот не куда-то там в Штаты А ближе всего все-таки в Франкфурт Поэтому я выбираю Франкфурт Значит, идем дальше IPv6 мне не нужен Мониторинг не нужен Ничего, в принципе, больше не нужен И здесь я указываю, по сути, имя моего VPN сервера Кстати, если вы тут вобьете полностью доменное имя То будет прописана обратная зона Да, обратная зона в DNS И на самом деле это прикольно Вот, то есть вот IP-адрес будет резовываться Я ничего резовывать не буду Ничего писать здесь не буду Просто напишу вот Debian Та-да-да-да-да Значит, ну и дальше я нажимаю Create После этого, собственно, запускается скрипт Который начинает выполнять Который начинает запускать Вот выполнение Вы видите, как вот двигается ползунок И по сути дальше Вот запускается на выполнение скрипт Который создает вот этот вот дроплет Вот этот вот виртуальный сервер Значит, коллеги, пока создается Пожалуйста, задавайте вопросы Я готов на них отвечать В кого какие есть вопросы Я готов на них отвечать Вверху справа будет написано 100 баксов Так, да Получилось без 100 баксов Как получилось без 100 баксов Значит, если у вас аккаунт не засвеченный То, собственно, все должно быть видно Так, 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 так Так, так, так Это что ж такое? Ничего не закрывается Значит, коллеги, пишите вопросы В кого что, в какие вопросы Мы ждем письмо О, все, пришло мне письмо Что мой дроплет создан Создан Собственно, что дальше? Дальше я его открываю И по сути дальше я к нему буду подключаться Для того, чтобы к нему подключаться Мне нужна программа Которая называется Пути Вот И, собственно, я буду дальше использовать Пути для того, чтобы Можно было подключиться Значит, у меня IP-адрес вот такой вот Нажимаем Ctrl-C Ctrl-V Вот, пожалуйста, то же самое проделайте Только со своим сервером Вот, не с моим А с вашим Вот, для того, чтобы вы могли это дело все делать Так Захожу Повторяю пароль Ввожу новый пароль Новый пароль Вот такая вот штука Собственно, я уже зашел У меня новый пароль К моему Облачному серверу Значит, у меня это Debian Собственно, что дальше Значит, дальше коллеги нужно будет Обновить все это дело Да, с помощью команды APT-GET Update Собственно, дальше пошло Обновление Репозитория Вот, я не спешу Буду максимально медленно рассказывать Чтобы вы могли все повторить За мной И прямо сегодня Прямо сейчас Сделать VPN сервер Для себя И своих близких Вот Значит, следующее, что нужно сделать Это APT-GET DIST DIST Upgrade Upgrade И, собственно, дальше Система предложит Что-то там обновить Ну, я сначала не буду обновлять Да, я сначала удалю пакеты Которые мне не нужны APT-GET Auto-Remove Вот, удалим пакеты Которые А, нет Не хочет она удалять Значит, APT-GET DIST Upgrade Пошло обновление Yes Собственно Все дело обновляется Значит, дело в том Что будет обновляться Ядро Самого нашего Линукса Поэтому понадобится Перезагрузка Перезагрузка Вот Нужно будет Перегрузить Перегрузить Так Все это обновляется Коллеги, у кого возникают Какие вопросы Пишите Пишите Я не спешу Чтобы вы могли Все успевать Значит, что я сделал Я нажал APT-GET Update У меня обновился Репозиторий Дальше Я нажал APT-GET DIST Минус Upgrade Собственно После этого Начало скачиваться Новое ядро Линукса Вот И оно сейчас Устанавливается Так Обновляется Все обновляется Да Все обновляется Вопрос поступил Так Задавайте Значит А В смысле Как не снималось Значит Вы можете Закрыть аккаунт Если он вам не нужен Вот Вот здесь Вот Справа Вверху Вы нажимаете На свой аккаунт Вот И в самом низу Есть Deactivate Аккаунт Deactivate Аккаунт И соответственно Он у вас будет Закрыт При этом Удалится Все ваши данные Все бэкапы Все-все-все На свете То есть Нужно нажать Deactivate Аккаунт И собственно Деньги у вас сниматься Не будут Но Деньги начнут сниматься Аж через 60 дней То есть Если сегодня У нас там 13 Собственно Сентября Да То добавьте 60 дней Это ого-го Сколько Ну и через 2 месяца Берете своего друга И регистрируете Новый аккаунт И собственно Дальше все Живут с помощью Этих вот Аккаунтов Вот такой вот Принцип Всего этого дела Так Так Я возвращаюсь Назад Так Чудесно У меня все Обновилось Следующую команду Я ввожу Shudown Minus R Now И у меня Собственно Дальше идет Перезагрузка Сервера Shudown Minus R Пробил Now Пошла Перезагрузка Вот Ждем Когда все Перезагрузится Мне Путин Написало Что Software Cause Connection Abort То есть Все это Дело Вот Оборвалось Соединение С сервером Я нажму Здесь Вот Restart Session Чудесно Мой сервер Обновился Я ввожу Пароль К нему Который Поменял Все чудесно Да Еще есть Команда APT Get Auto Remove И мы Удалим Всякий Мусор Который Нам Не Нужен Это Старое Ядро Линукса Которое 122 Мегабайта Занимает Я удалю Чтобы Весь Этот Хлам Не Накладывался Вот Все чудесно У меня Удалилось Удалилось Что Дальше Значит Дальше Коллеги Собственно Вот Дальше Я возвращаюсь В Куда В Блог Вы знаете Что мы Ведем Блог Вот Это По сути Вот Комментарии К статье Как настроить OpenVPN За 5 минут Вот Значит Обновить Я уже Это все Дело Рассказал Значит Следующий Шаг Который Мы Будем Делать Это Мы Воспользуемся Значит Так Тут Рекомендуется Установить Firewall Значит Следующее Что мы Сделаем Это Установим Кого Установим Firewall UFW UFW Нажимаем Копировать Значит Команда Выглядит Как APT Get Robel Install UFW И нажимаю Enter Собственно У меня Firewall Поставился Вот Следующее Что нужно Сделать Это Разрешить Разрешить Подключение К определенным Портам Значит Коллеги Вот здесь Важный Момент Если Вы Включите Firewall А А Собственно Получится Так Что Вы Не Включите Доступ К 22 Порту SSH То Собственно Вы Не Сможете Работать И Не Сможете Подключаться Вот Такая Интересная Штука Поэтому Здесь Важно Чтобы Вы Разрешили В первую Очередь Подключение Сможете Если Вы Не Разрешите Подключение К SSH То Это Будет Плохо И Как Результат Собственно Все Будет Печально Так Идем Дальше Значит Следующий Этап Да Вопрос Возник Ссылку на статью Скидываем Чтобы было Легче Копировать Я Скинул В В В В Ютуб А Дальше Вот 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 Скинул Так Да На пути Как найти Пути Значит Пути Нужно Найти В google То есть Вы Заходите В google Значит И пишите Пути Сейчас Я вам На пути Наскину Тоже Так 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 Пути Download Вот Сейчас Мы На пути Скинем Ссылку Так Что-то Не сюда Мы Зашли Вот Сайт На пути Сейчас Этих Пути Еще Кстати Развелось Вот Значит Download Так Latest Нажимаем Значит Вот Пути Последний Значит Я Скину 32 бита Чтобы он У вас Точно Работал Копировать Ссылку Так Ctrl V Так Что-нибудь Скопировалось Пути Скопироваться Ссылка Copy Link Location Копировать Ссылку Мы Вставляем Ее Сюда Табли Enter Вот Так Вот Значит Да Пароль В пути Вставлять Когда Вы Создаете Ру Да Вы Копируете Пароль С письма С письма Копируете Когда Вы Это Дело Все Создаете Так Вот Я Возвращаюсь К блогу Да Значит Я Спешить Не буду Максимально Буду Все Комментировать Значит Что Такое UFW Это Firewall В чем Смысл Коллеги Дело В том Что Под Linux Есть Firewall Который Называется IP Tables И По сути Он Всегда Работает В Linux Все Все Остальные Firewall Это Некая Такая Прослойка Между Пользователем И IP Tables Почему Потому Что IP Tables Изначально Сложный То есть Вы Должны Понимать Как Работает TCP Да То есть Что Есть Трехстороннее Рукопожатие Что У вас На самом Деле Два Соединения Клиент Сервер Сервер Клиент И Все Это Как Не Очень Просто Вот То есть Простому Пользователю Или Скажем Так Не Сильно Продвинутому Админу Достаточно Тяжело Разобраться В IP Tables Поэтому Есть Вот Этот Простой Firewall Который Называется UFW И Собственно Им Можно Легко Пользоваться Здесь Легко Создавать Правила Легко Все Это Управлять Но Но Если Вы Хотите Да Вот Можете Пользоваться Напрямую IP Tables Если Вы Это Шарите Но Это Знаете Как Кто-то Там Сейчас Скажет Вот Зачем Так Все Просто Я Хочу Посложнее Ну Если Вы Хотите Посложнее Найдите Себе Женщину И Она Вам Поможет И Она Вам Найдет Работу Вот Так Что Ваш Мозг Будет Сильно Занятый Вот Ну И Как Идея Какая За 5 Минут Настроить VPN То Не Разбираться В TCP Как Там Все Работает Вот А Максимально Все Быстро Сделать Так Надеюсь У вас Уже Получилось Вы Меня Догнали Так 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 IP Треблес Так Ну Что Поехали Дальше Значит Значит Дальше Где Мой Блог Так Все Идем Дальше Возвращаясь Пути Так Я поставил Firewall UFW Я разрешил Доступ К 22 Порту И Что Я еще Сделаю Это Разрешу Доступ К К Моему Будущему VPN Значит Порт Какой Выбирать Порт Для VPN Коллеги Очень Желательно Порт Выбирать Какой То Такой Чтобы Не Возникало Проблем С Всякими Прокси Если у вас Там в сети Есть еще Что-то Такое То есть Я Порт Буду Выбирать 443 Зачем Зачем Дело в том Что если у вас Есть прозрачный Прокси То Вы легко Будете Выходить В интернет То есть Вы легко Сможете Обходить Всякие Преграды И так Дальше Я это дело Все Разрешил Разрешил Значит Дальше Следующий этап Что мне нужно Сделать Это включить Собственно Firewall Это команда UFW Пробел Enable И собственно Я разрешаю Firewall Мне кстати Система Предупреждает Что Чувак Ты уверен Что ты включаешь Ты SSH Включил Да Я накануне Включил 22 порт Если вы включите Firewall Без разрешения 22 порта Вы потеряете К нему доступ К своему серверу Поэтому Дублировать в чат Значит Дублировать в чат Команды Так UFW Enable Yes Значит В чат Окей Сейчас будем Вставлять все в чат Значит Еще раз Так У меня есть команда History 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 И все Что я вводил Я могу вам скопировать Прям Прям Все 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 Значит Все что я вводил Я могу скопировать В чат Вот прям сюда Так Ага Сюда все Не ставится Так Чик Ага Не ставится У меня Enter Не нажимается Так Сейчас мы Что-то тут Вытрем лишнее 200 символов Нужно Ну хорошо Ладно Мы лишнее Вытираем Так 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 Шутдаун Так Вот все Мы сейчас Вот это Выкинем Значит 6 7 8 Это номер Команды Да В списке Вот Значит Команда apt-get-after-remove Install UFA Ну и дальше Allow Allow Только вот смотрите 22 Потом 9 Писать не надо Значит Так 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 Ну что Идем дальше Значит Firewall у меня Включенный Я не потерял Доступ Видите Все прикольно У меня все работает Доступ не потерялся И это классно На самом деле Дальше Дальше Можно посмотреть С помощью команды UFW Статус Собственно Что происходит С вашим Firewall Да У меня вот Разрешены соединения Причем Обратите внимание Я разрешил соединения Как 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 Что Как для IPv4 Так и для IPv6 Так 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 Ну а дальше Самое интересное Это собственно Скрипт На На Установке Самого Open VPN Значит Вот он выглядит Вот таким вот Образом Я его вставляю В чат Нажимаю Enter В чат В этот В пути В пути И он у меня Собственно Скачивается Я вставлю Это тоже В чат На всякий случай Так Собственно Вот такая Простая Командочка Что дальше Значит Дальше 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 Нужно Запускать На Выполнение Все это Дело Значит Запускаем На Выполнение Вот То что Скачалось Вот И собственно Вот здесь Начинаются Нюансы Так Я тоже В чат Дублирую На всякий случай Вот На В чат На всякий случай Так И тут Начинаются Вопросы Всякие Значит Какие вопросы Значит Сначала Нужно указать Внешний IP адрес Ну или IP адрес Вашего сервера Да Ну на самом деле Скрипт Сейчас стал Достаточно умный Он уже сам Вычислил Что у меня 207 159 210 25 Вот Ну и я Соответственно Здесь нажимаю Enter Потому что Я с этим Согласен Значит Дальше Какой протокол Будем использовать Транспортный Протокол Для работы VPN Значит Посмотрите Здесь есть Важный Нюанс По умолчанию Предлагается UDP То есть OpenVPN Работает по UDP Но Но коллеги Вы же VPN будете Пользовать Где Где На мобильном Телефоне На своем Айфоне Так вот Айфон UDP Не поддерживает Не поддерживает Телефон UDP Айфон Именно Да Вот Поэтому Я выберу TCP Я выберу 2 Нажму Enter Собственно И дальше Будет Вот Использоваться TCP Дальше Какой порт Порт По умолчанию OpenVPN Работает на порту 1194 А я Собственно Вы помните В начале В фаерволе Я разрешил 443 443 Порт Поэтому я Меняю На 443 Дальше Меня OpenVPN Скрипт OpenVPN Инсталляции Спрашивает Какой Выбрать DNS Сервер Значит DNS Сервер Я буду Выбирать Четвертый От OpenDNS Что такое OpenDNS Это Вы знаете Что OpenDNS Купила Циско И сейчас OpenDNS Бесплатная Версия Называется OpenDNS А платная Версия Называется Циско Амберелла Почему я буду Использовать Именно OpenDNS Не для того Что я там Как-то С Циско Связан А дело в том Что По умолчанию OpenDNS Блокирует Всякие Фишинговые Сайты Вирусы Рассадники Вирусов Троянских Коней И всего Остального Поэтому Собственно Я буду Нажимать Здесь 4 То есть Я хочу Все-таки Чтобы у меня Система Была Защищенная Поэтому Я нажимаю OpenDNS Что дальше Дальше Меня Скрипт Спрашивает Пожалуйста Придумай Название Для файла Клиента Я здесь Собственно Так и Напишу Клиент Ничего Менять Не буду И нажимаю Enter После этого По сути Должна Начаться Инсталляция OpenVPN Сервера Напишу Пресс Any key To continue Я нажимаю Enter И собственно Дальше Начинает Скачиваться Вот Скачиваться Пакет И дальше Будет Запущена Его Инсталляция Вот Скачался Пакет Запускается Инсталляция Идет Установка Вот Дальше Генерируется Ключ Дехи Дехи Хелмана Вот Который Дальше Нужен Для того Чтобы Ваш VPN Работал Вот Кстати Генерация Ключа Занимает Достаточно Долгое Время Вот Поэтому Все это Генерируется Значит Коллеги Если Есть Вопросы Пока Задавайте Пока У меня Там Ключи Генерируются Вот Значит Да Для Айфона Нужно Зачем Баш Ну Потому что Баш Стоит По умолчанию Вот Так Комментарии Какие тут Комментарии В кого есть Какие Значит Коллеги Комментарии Пишите Вопросы Я буду На них Отвечать Так Инсталляция 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 Все Инсталляция Пути для Линукса Так Значит Смотрите В Линуксе У вас Есть Встроенный Терминал Там Пути Никакой Не Нужен Вот Поэтому Как бы У вас Терминал Встроенный Берете Прямо Там Пишите SSH Пробел Root И IP Адрес Который Вам Пришел На почту На почту И собственно Оттуда Вы берете Вот Значит Еще раз На 100 Баксов Вы можете Создать Вот на этих 100 долларов Которые Вы получили Бонусные Вы можете Одновременно Создать 10 Дроплетов 10 Виртуальных Серверов Чтобы научиться Этого Больше Чем Достаточно Коллеги Вот Значит Здесь будет Один сертификат И все Один клиент Но в настройках Я Включу Чтобы Можно было Подключать Несколько Клиентов Вот Плохо видно А здесь Ничего Смотреть Значит Смотрите Здесь Идут Точки Это Генерация Ключа Дифи Хелмана Поэтому Ничего не видно Вы тут Ничего не видите Тут нету Букв Это так и должно Быть Вот То есть Вы видите Только Точки Точки Потому Что Идут Точки Это Идет Генерация Ключа Я Просто Запустил Скрипт Еще раз Скрипт Меня Спросил Несколько Параметров Это Внешний IP Адрес Моего Сервера Я Его Оставил Без Изменений То есть Он Его Сам По сути Вычислил Значит Дальше Я Сделал Дальше Я Сделал Change Settings Так Сейчас Мы Шрифт Все равно Увеличим Шрифт Поставим Давайте Поставим Какой 16 Может Лучше Видно О 16 16 Ну Как Вам Точки Точки Видно Лучше Да Точки Должны Быть Уже Такие Знаете Как У меня Уже Точки Ой Блин Не туда Нажал Случайно Значит Точки Уже Видно 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 Точки Уже Настоящие Точки Так Так Точки Это идет Генерация Ключа Долго Идет Почему Потому что Медленно Сервер Небольшой И он Медленный Так Сколько Можно подключить Одновременно Устройств Сколько Хотите Ну В смысле Сколько У вас Там Друзей Есть Вот 10 20 30 Вот Ограничение Есть Только В количестве IP Адресов Которые Может Выдать VPN Сервер Там 254 Пул На 254 Адреса Поэтому Если у вас 254 Друга То можете По кругу Собственно На всех их Заводить Аккаунты В Digital Ocean А потом Собственно Закрывать И будет вам Счастье Я запустил Виртуальную машину С Пути То есть Я запустил Пути И подключился К серверу Мне Собственно Digital Ocean Пришал К нему Доступ Вот Смотрите То есть Когда вы Регистрируетесь На Digital Ocean И там Вводите Вашу Карту Нормальную Карту Не такую Как мне Лена Дала Такую Что нигде Не работает Вот А нормальную Карту То вам На аккаунт Упадет 100 долларов Дальше Вы нажимаете Справа Вверху Дроплец Create И вы Создаете Я выбрал Самую Дешевую За 5 баксов В месяц Но так как У вас 100 долларов На счету Есть На 60 дней То вы Можете Вот Создать До 10 Виртуальных Машин Собственно Или создать Одну Большую Жирную Дорогую Ну вот Как бы Вам В принципе Не важно То есть У вас есть Деньги Вы можете Заказывать Музыку Дальше Я запустил Пути В пути Ввел IP адрес 207 Вот этот Вот мой Дальше Ввел Имя пользователя Ввел Пароль И подключился И подключился После этого Собственно Дальше Я уже Все Настраил Так вот Коллеги Я дошел Значит Собственно Видите Финиш Написано Что все Финиш Мой клиент Уже Как это Сказать Установился И он доступен В папочке Root Клиент O Open VPN Да То есть Это файл Open VPN И следующий Этап Это Собственно Что нужно Будет Сделать Это Скачать Этот Файл И положить Куда Нибудь На Компьютер Себе На Компьютер Или Себе На Телефон Значит Что я буду Делать Дальше Я запущу Собственно Доступ К Виртуальному Windows Виртуал Я не буду Я вам Покажу Программа Называется Вин Себе Ее Нужно Скачать И Собственно Установить И дальше Вы сможете Подключиться И скачать Файл Конфигурации Значит Здесь Нужно Вбить IP-адрес Вашего Сервера У меня Это 207 207 Что там Было У меня Там 207 154 207 154 Точка Точка 154 210 25 210 25 Вот Дальше Я ввожу Имя Пользователя Это Root По умолчанию И я Веду Пароль Который На который Я поменял Этот Вот Свой Свой Пароль Который Мне пришел На почту Дальше Я нажимаю Логин И Дальше Система У меня Спросит Значит Что Вы хотите Обменяться Ключами Я говорю Да Ключами Шифрования Я подключаюсь По SSH По сути И вот Видите У меня В корневой Папке Есть скрипт И есть Мой OpenVPN Файл Я его Скачаю Я его Скачаю Себе На рабочий Стол Вот На десктоп Прямо Вот сюда Я его Вот так Возьму И перетяну Перетяну Он у меня Скопировался Вот собственно Видите Да Вот он Здесь Сверху У меня Значит Что дальше Коллеги Дальше Нужно Нужно Запустить OpenVPN Клиент Где Его Взять Я его Скачал С сайта OpenVPN Net OpenVPN .net .net Значит Это Для Windows Да То есть OpenVPN Дальше Вы здесь Выбираете Выбираете Downloads Вот Private Tunnel Частный Туннель Так 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 Как же У них тут Все сложно Значит OpenVPN На самом деле Тяжело Скачать Значит Как его Скачать Заходим В Google И пишем OpenVPN Download У них Сайт Поменялся Поменялся И все Реально Сложно Стало Скачивать Значит Download Вот На него Ссылка Значит Для того Чтобы Вы Не мучились Как я Я вам Ссылку Скину Прямую На прямой Файл Значит Вот Здесь Нажму Копировать Ссылку И вам Скопирую Собственно В Чат Вот В чат Нажмем Enter Дальше Если хотите Подключить Микротик Придется Править Файл Конфига Сервера Нет Кстати Если вы Выберете TCP То микротик Работает Нормально По TCP Вот По TCP Микротик Работает Нормально Без Всяких Глюков Единственное Что нужно Скачать Отдельно Ему Подсунуть Там Сертификаты И все Такое И их Импортировать Там Через Ну Файлы Положить И потом Там Нажать Файл Импорт Так Ну что Значит Я скачал Этот OpenVPN Вот он У меня Здесь Уже Установился Клиент OpenVPN Клиент Он у меня Установился Все Установилось Я нажал Next 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 Да То есть Это Накануне Было Сделано И собственно Дальше Возле Часика У вас Должна Появиться Вот такая Штука OpenVPN GUI И тут Есть Такая Штука Интересная Как Импорт Файл Desktop И на рабочем Столе Я выбираю Клиент Клиент Нажимаю Open Дальше Мне система Пишет Что файл Конфигурации Импортирован Успешно Я нажимаю ОК И собственно Следующее Что я делаю Это Возле часиков Я нажимаю Подключиться Нажимаю Connect Нажимаю Connect И вы видите Что у меня Дальше Происходит Установка Соединения Вот Вот Все Установилось Вот И написано Что клиент Is now Connected Connected Значит Что я смотрю Здесь Вот Я открою Соседнюю вкладку И напишу 2ip.ru Нажму Enter И что я Увижу Я увижу Что у меня IP адрес Уже стал Совсем Другой 159 65 117 122 И там Где провайдер Уже написано Джомини Франкфурт Диджитал Оушен Коллеги Вот собственно Так вот Все легко Делается Вот Но на самом деле Оно не так уж легко Тут есть куча Всяких нюансов Вот Поэтому 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 Нужно учиться Значит Что еще Интересного Я сейчас Хочу Хочу С вами Поделиться Наверное Прямо Сейчас Поделюсь С вами Этим Файлом Конфигурации Чтобы вы Его тоже Могли Себе Скачать Значит И тоже Могли Установить Значит Для этого Я поставлю Веб сервер Апт Апт Гет Инстал Апач 2 Значит Вот Чтобы вы Могли Прямо Тоже Воспользоваться Воспользоваться Моим Випен Сервером И подключиться Тоже К Випену Прямо Сейчас Чтобы вы Увидели Что это Реально Работает Значит Большая Просьба К вам Скачать Клиент Себе На Компьютер Или на Другое Устройство Кстати Если у вас Мобильный Телефон Если у вас Например Этот Как его Андроид То вы Можете В плеймаркете Найти Найти Випен Опен Випен Клиент И его Себе Установить Если у вас Айфон Юля Это как Программа Называется Значит В Айфоне Какая-то Другая Программа Сейчас Я точно Скажу Вот Так Что я Делаю Да Опен Випен Да Он так и Называется Опен Випен Значит Вы Ищете Опен Випен В плейстор В плеймаркете Как он там Называется Аппстор Да Все это Дело Ищете Так вот Вот у меня Установился Мой Вебсервер Апатч Значит Следующее Что я Сделаю Это я Скопирую Файл Клиент Випен Куда Вар Ввв HTML Мы Это дело Туда Скопируем Значит Что Дальше 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 Нужно Подправить Подправить Сам Open Випен Для того Чтобы Сам Конфигурацию Сервера Для того Чтобы Можно было Подключаться Одновременно Одновременно С нескольких Клиентов Да То есть По умолчанию По умолчанию Вы можете Подключаться Вот только С одного Но я хочу Сделать Чтобы было С многими Так Поступил вопрос Сертификат Выбирать Сертификат Выбирать Где Выбирать Сертификат Это Где Вы Ставите Так Сейчас Я почитаю Что Вы Пишете Он Встроенный Он Находится Внутри Файла То есть Этот Это Пакет Если Вы Посмотрите Если Вы Откройте Блокнотом Этот Файл Вот То У вас Это Все Он Пакетный Там Внутри И сертификат И ключ Вот Значит Вы Просто Импортируете Файл И в нем Сразу Все Сразу Все Значит Так Это я Показал Да Что я Хотел Сделать Я Хочу Обновить Конфигурацию Сервера Для того Чтобы Можно Было Подключаться Одновременно Сервер Точка Конф Значит Вот У меня Открылся Моя Конфигурация И сюда Нужно Добавить Добавить Кого Сюда Нужно Добавить 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 Одну Строчку Для того Чтобы Разрешалось Подключаться С нескольких Клиентов Значит В статье Этого Нету Но Это Есть В комментарии Кто-то Из Наших Читателей В блоге Спрашивал Вот Спрашивал Как это Все Дело Сделать Так Чтобы Можно Было По Одному Ключу Под Под Сертификату Чтобы Было Подключение Несколько Раз Нескольких Значит Команда Ключная Опция Называется Дубликейт Минус Сен Я Собственно Это Скопирую И Вставлю Вот Сюда Где-то В самом Самом Низу Файл Да И Вот Собственно Нажму Тут Вот Insert Вот Мы Все Это Вставим Вот Вот Такая Вот штука Что дальше Дальше Нужно Перезапустить Мой Open VPN Я Запущу Сервис Open VPN Restart Так Все Должно Рестартануться Вот Как Проверить Что Рестартанулось Netstat Минус Ant Я Увижу Что У меня Что У меня Что Тут Что Тут 443 Listant Ну Все Работает Все Работает Дальше 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 Ну И Здесь Тоже Интернет Должен Быть На Виртуальной Машине Вот Вот Я Пытаюсь Зайти У Меня Все Открывается Вот Все Работает Все Открывается Так Чудесно Значит Что Дальше Коллеги Дальше Я Хочу С Вами Поделиться Конфигурацией Этого VPN Сервера Чтобы Вы Могли Прям Себе Сейчас Его Запустить Тоже Вот И Быть Во Франкфурте Вот Значит Для Этого Что Для Этого Для Этого Я Вам Сейчас Скину Ссылочку Значит Какая Будет Ссылочка Значит Это Будет IP Адрес И В Конфиг IP Адрес Моего Сервера Слэш Файл Клиент Так Сейчас Мы Это Скопируем Все Скопируем Так Так Сейчас Мы Сделаем Такую Ссылочку Где Вы Тоже Сможете Так Я Нажимаю Не Открывается Потому Что В Файрволе Я Не Разрешил 80 Порт Помните Да Я Разрешил Только 443 И Собственно И Собственно 22 Да Но Нужно Разрешить И Другие Порты Какой Мне Нужен Порт Мне Нужен 80 Порт Для Работы Вот Моего Веб Сервера Я Нажал Разрешить Включаем Видите У меня Все Открывается Я Установил Только что Веб Сервер И Здесь Я Клиент Точка О Впн Как-то Так Он Называется Вот Он Значит Ссылку Я Кидаю Контрол С Вот Так Контрол В Контрол В Значит В файле Все Встроено Если Вы Посмотрите Значит Вот Вы Спрашивали Где Сертификат Вот Вы Можете Отсюда Вытянуть В Отдельный Файл Понимаете Это Что Это У нас Корневой Сертификат Дальше Ваш Клиентский Сертификат Дальше Ключ Шифрования Private Key Вот Он Да Все Это Дело То Это Контейнер Контейнер Вот Контейнерный Файл Поэтому Он Легко Можно Его Взять И Импортировать Себе Значит Коллеги Пишите Нажимайте На ссылку Или Напишите В своем Айфоне На Андроиде Где У вас Какое Устройство В браузере HTTP 207 154 210 25 Взять Файл Конфигурации И Выйти В интернет Через Мой VPN Сервер Вот Отпишитесь Пожалуйста В чат Если У вас Что-то Не Получается Вот Чтобы Тоже Это Дело Можно Было Все Протестить Протестить Так 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 Это Точно Не Сертификат Но Откройте Его Браузером Смотрите Я же Открыл Браузером Вот Я Открыл Браузером Здесь Вот Видно Что Это Что Это Что Это Файл Конфигурации Я же Ссылку Копировал С браузера Вы же Видите Все У меня Скопировано Прямо С браузера Вот Значит Пишите Себе Браузер Еще раз HTTP 207 154 210 25 Slash Client Точка О Впн И вам Должен Открыться Файл Он Открыется Как Текстовый Дальше Вы Нажимаете Сохранить Как И Сохраняете Его Себе Куда То Там Потом В клиенте Нажимаете Файл Импорт И Импортируете Вот Чтобы Это Делать Все Импортировать Вот Такая Вот Штука Так 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 Ну как Получается Коллеги Кого Как Там Так Вот Тима Уже Скачал Молодец Вот Так 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 Новая Машина Не Пингуется Так Ну что Кто Подключился Коллеги В кого Получилось Выйти На Связь Так Продолжаем Работает Во Круто 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 Значит Это Вы сделали Так Это Вы сделали С моим Да Вот Сервером Значит Или С вашим Значит Коллеги Это У вас Получилось С моим Сервером Или С вашим Так SSH Не Работает А Что значит SSH Так Уточните О С моим Получилось Ну Прекрасно Значит Вы Увидели Что 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 тут Интересного Коллеги Значит Вот У меня Все Работает Я сейчас Попробую Посмотреть И в конфиг Сколько тут Чек Подключено Так Как Посмотреть Я вот Забыл Как Посмотреть Чтобы Так Нет А Вот так Вот ARP ARP Var 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 Log Open VPN Так Куда Логи Пишутся Логи 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 Си Слов Так Что мы тут Видим Что-то тут Видим Так 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 Это Это все Не то Так А куда он Вообще Пишет Эти Логи Файл Конфигурации Нужно Глянуть Файл Конфигурации Кат ЕТЦ Open VPN Сервер Конф Значит А логи По-моему Вербус Так 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 А логи Вообще Непонятно Куда он Пишет Ну вот Коллеги Вот так Оно Работает Все Значит Так 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 Новая Машина С России Не видна Так Так Ну что Прекрасно Лена Выйди Пожалуйста Так Получилось Вот Чудесно Так У гугла Дают 300 баксов На 2 месяца Ага Ну Богдан Спасибо Спасибо За наводку Спасибо За наводку О Journal Control Service О Так Евгений Спасибо Сейчас Попробуем Посмотреть Что там Спасибо 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 За наводку Так Нажимаем Смотрим А Ну Это у нас Служба Стартанула Вот Такая Вот штука Так Ну что Коллеги Значит Что мы имеем Что у нас В сухом Остатке Значит В нас Кстати Было бы интересно Померить скорость Да Давайте скорость Померяем На какой скорости Это работает Так Скорость Так 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 Нажимаем Ок Смотрим Что у нас Будет сейчас Скоростью Значит Богдан Предлагает За 300 Баксов Перейти На Google Значит Богдан Значит Нам Придется Перейти Вот На Google Так Потому Что там На шару 300 долларов Ну Тут смотрите Какой нюанс Важный Дело в том Что могут Заблокировать Вот IP адрес Да Вот Как Google Так И Digital Ocean Так И Чей угодно Да То есть Вот Вот Например У меня Получилось Да То есть Вот Но Могло И не Получиться На самом Деле Так Ну что Давайте Тест Тест Открывайся Тест Что Проверка Проверка Скорость Вот Здесь Сейчас Проверим Скорость Что У нас Со Скоростью Скорость Открывается Тест Тестирование Вот 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 Так Digital Ocean Тестировать Тестировать Скорость Смотрим Что У нас Получилось Со Скоростью Так Скорость Так А Что Так Медленно Кто Там Подключился Коллеги Проверьте Какая У вас Скорость Вот У меня Что Совсем Печально 2 Мегабита Должно Быть Быстрее Значит Это Компьютер Медленный Коллеги Подсказывают Ну Это У меня Виртуальный Компьютер Да То есть У вас Должно Быть Побольше Так 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 Значит Как Отозвать Клиента Сертификат Значит Коллеги Тут Значит Нужно Нужно Читать Документацию Просто Так Не Получится Все Сделать Вот При импорте Клиент Существует Значит У меня Последняя Версия OpenVPN То есть Это Это Все Последняя Так Во Нормальная Скорость У Ребят Скачать Так Пинг 140 Скачать 3 Загрузить 27 Ну Тут Смотря У Кого Что У У У Меня Самый Дешевый Сервер Если Вы Выберете Сервер Подороже Наверняка Он будет Более Шустрый Вот Вот Такая Штука Значит Ну что Коллеги Значит Кто Понимает Что Нужно Сети Понимать Что Без Сетей Дальше Не Получится Вот Напишите Плюсик Вот Работает О Ивана Работает Поздравляю Вот Так У В кого-то Побыстрее В Константина Побыстрее Даже Все работает Это просто Прекрасно Что У вас Все быстрее Ну Может У меня Провайдер Просто Медленный Такие Провайдеры Тоже Есть Вот А Сейчас Посмотрим Что Вы там Качаете Загрузка Процессора Да Это Медленновато Все Конечно Но Тем не менее Все Работает Вот Такая Вот Штука Интересная Так Сети Нужно Да Сети Нужно Без Сети Никуда Значит Что Мы Делаем Дальше Коллеги Значит Что Интересно То Что Сейчас Нужны Специалисты На Стыки Знаний Вот Что Это Означает Это Означает Что Вот Не Получится Просто Разобраться В В Там Например Чисто В Одном Линуксе Не Получится Разобраться Чисто В одном Там Не знаю В сетях В циско Да То есть Вот Сейчас Нужно Понимать Как Работает Сеть Как Работает Линукс Да То есть Вот Вы Увидели Это На Примере Да То есть Вот Все На Стыки Знаний Плюс Ко Всему Криптография Да Вот VPN Там И все Такое Да То есть Сейчас Принцип Такой Что Нужны Специалисты На Стыки Знаний И только Тех Кто На Стыки Знаний Они Будут Ити Вперед И Собственно Развиваться И получать Хорошую Заработную Плату И все Остальное Значит Что Интересно То Что Угрозы Растут Кибербезопасность Растет И К 2021 Году Нужно 3,5 Миллиона Специалистов По Кибербезопасности Вот Поэтому Я вас Приглашаю Приглашаю На курс По Кибербезопасности Который Называется Введение В Кибербезопасность Где Мы Будем Изучать Базовые Всякие Вещи Вот Которые Связаны С Кибербезопасностью А потом Будем Отстраивать Все Остальное Что Нужно Для Этой Кибербезопасности Это Нужно И Сети Это Нужно И Линукс Нужно И Программирование Вот В Какой-то Степени То Все Все Это Дело Оно Сейчас На стыке То есть Так Не Бывает Что Вот Вот Ты Там Идеально Знаешь Только Одно И все Вы Видите Это Сами Видите По Вакансиям Что Только В сумме Все Объединяется И в сумме Все Получает Приносит Хороший Результат Вот Такая Вот Штука Значит Что Вам Сказать Бросаю Вам Ссылочку Интересную Ссылочку На Наш Курс Вот Который Который Так И Называется Вот Введение Введение В Кибербезопасность Вот Так 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 Поэтому Пожалуйста Подавайте Заявки Приходите Мы Будем Вас Обучать Вот Тому Что Знаем Сами Причем Знаем Сами На Практике Вот Ну А Дальше Дальше Мы Помогаем Еще С Трудоустройством Кстати Вот Сейчас В этой Вот Группе Есть Люди Которые Которые Обучались У нас На курсе По Кибербезопасности Напишите Плюсик Кто У нас Учился Вот Напишите Какой-то Фидбэк Как Вам У нас Учится Вот И Соответственно Вот Ваши Рекомендации Остальным Студентам Остальным Будущим Студентам Вот Вот Во всем Вот У нас Владимир Учится Вот Да Ребята Вот Такая Вот Штука Поэтому Подавайте Заявки И мы Где-то Со Следующей Недели Будем Начинать Курс По Кибербезопасности Значит Ну Вот Понимаете Дело в том Что Это Базовый Вот Мы Только Что Настроили Туннель Да Но В разы Сложнее Его Спрятать Вот Вот Понимаете Да Вот Здесь Вот Есть Значит Вот Сейчас Я вам Покажу Да Вот Есть Такая Штука Интересная На 2ip.ru На 2ip.ru Есть Такая Штука Интересная Где Проверка Анонимности Вот Проверить Анонимность Вот Есть Ссылка Проверка Анонимности И В разы Сложнее Спрятать Что-то Или Наоборот Найти Что-то То есть Настроить Вот Такой Несложный Туннель Это Легко А как Его Обнаружить Или Как Его Найти Вот Значит Я Нажимаю Проверка Анонимности И Сейчас Здесь Будет Запущенный Тест Из 15 Разных Тестов Где Мы Собственно Посмотрим Вот Вот Пройдем Это Анонимности Тест Так Смотрим Значит Что мы Видим Коллеги Значит Вот Посмотрите Пожалуйста Есть Интересные Вещи Да Вот Это Определение Туннеля Двухсторонний Пинг Вот С ним Тоже Можно Как-то Скрыть Бороться Дальше VPN Fingerprint Да Это Мту Туннеля Вот То есть Вот эти вещи Можно Реально Взять И спрятать И тогда Не найдешь Или наоборот Как найти Если это Спрятано Вот это Все дело Будем Вот Детально Вот Все Изучать И будем Вот Вид Будет Видно Вот Такая Вот Штука Значит Что Дальше Значит Коллеги Значит На этом Будем Наверное Завершать Если У кого Есть Какие То Вопросы Пожелания Пожалуйста Пишите И мы Будем Дальше Двигаться С этим Всем Делом Так Вопросы 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 Жду Две Минуты Вопросы Чуть выше Были Вопросы Так Что за Вопросы Так 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 Чтобы подключиться К VPN Надо подключиться К другому VPN Так Так Толк Вот Так 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 Константин Нужно Выбрать Другую Другую Регион Вот Ну Дело В том Что Весь 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 Digital Ocean Нельзя Заблокировать Понимаете Нельзя Заблокировать Amazon Если Вы Заблокируете Amazon Понимаете Или Digital Ocean У вас пятерочка Перестанет Работать Понимаете Люди Будут Голодать Если Люди Будут Голодать То Это Будет Вот Вот Убивать Друг Друга Поэтому Можно Найти Я Показал Самый Простой Вариант Есть Более Сложные Варианты Вот Всего Этого Дела Поэтому Тут Зависит От Вас Как Вы Это Дело Будете Все Вот Настраивать Вот Такая Интересная Штука Еще Вопросы Коллеги Так Вопросы 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 Так 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 Значит Ну Не обязательно Понимаете А зачем Вам брать Там Я не знаю На Digital Ocean Возьмите Сервачок Где-то В другом Месте Сейчас Почти Все Провайдеры Вот Выдают Выдают В тестовый Период Можно Использовать Так Поступил Вопрос Стоит Ли поднимать IPsec IPsec Нужен Для Шифрования Трафика В принципе А зачем Вам что-то Шифровать У вас И так Все Передается В достаточно Зашифрованном Виде То есть Вы В Gmail Не знаю В Mail.ru В Яндекс В ВКонтакт Еще куда-то Вы и так В Facebook Вы заходите И так Через HTTPS Понимаете То есть У вас Уже И так Шифруется Трафик Зачем Его шифровать Еще раз При этом Шифрование Приведет К тормозам То есть Если вы будете Шифровать Это приведет К тому Что будет Тормозить Еще сильнее Вот Поэтому Что важно Мы делали Самый простой Да У нас Шифровался Все Здесь Вот Например Было Шифрование АЕС Но можно Вообще Его выключить Будет Быстрее Будет Быстрее IPsec Тоже Шифрование Ну то есть Вы можете Это затюнить Это вот Просто Пример Простого Простой Конфигурации Как за 5 минут Сделать Все это дело Но вы можете Это все усложнить И будет вам Сложнее И будет лучше Опять таки Я вот говорил Что можно спрятать Вообще Спрятать так Что никто Ничего не найдет При подключении К VPN Компы друг друга Будут видны Как в локальной сети Да Будут видны Друг другу И вы сможете Обмениваться данными То есть Если у вас есть филиалы Вы можете Филиалы связать Друг с другом С помощью Вот такого Вот Простого VPN сервера Вот Поэтому тут Зависит от того Как вы все настроите По умолчанию Все будут Друг другу Видны И вы сможете Обмениваться данными Вот Значит Есть ли большие Задержки в VPN OpenVPN Что делать Ну во первых Мы купили Самый дешевый сервер Да То есть Если вы возьмете Подороже У вас будет Все подороже Вот Поэтому Тут зависит от того Как вы это дело Все сконфигурируете Вот Дальше Можно тюнить Сам OpenVPN Да То есть Он поставляется В наиболее Такой Общей конфигурации Которую Собственно Все используют Вот Но вы можете Его Дотюнить Дотюнить Если вы его настроите Более качественно Будет у вас Более качественный Результат Вот такая вот штука Так Еще вопросы Коллеги Еще вопросы Так Не помню Какого Так Какие еще вопросы Есть Если все друзья Подключатся Можно будет Расшарить Например Папку На локальном диске Если подключатся Все друзья Вы сможете Расшарить Папку На локальном диске И обмениваться Вот Данными Да То есть Вы можете Кстати Это использовать Для обмена данных Чего бы нет Вот Кстати OpenVPN По умолчанию Все шифрует То есть Можно это дело Все зашифровать И будет все В шифрованном виде И будет хороший Обмен данными Вот Вот такая вот штука Так Ну что коллеги Значит На этом тогда все Приглашаю всех На обучение Еще вопросы Вопросов вроде нету Значит Приглашаем всех На обучение На изучение Кибербезопасности Чтобы вы могли Легко справиться Вот с такими задачами Зашифровать Расшифровать Спрятать Найти Вот Да Это сложная задача Но это очень хорошая перспектива Можно найти хорошую работу Где Получать 2000 долларов И выше Вот При этом Долго учиться Не нужно Да То есть Где-то там 2-3-4 Может быть 5-полгода Потраченного времени Приведет К увеличению Вашей заработной платы Поэтому приходите Мы помогаем С трудоустройством Вот В вакансии куча Было бы желание Только учиться На этом все Всем спасибо Пишите Будем рады вас видеть Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok